Добрый день и добро пожаловать в наш форум, посвященный выходу SQL Server 2016. На втором докладе, посвященном InMemory OTP, мы поговорим о сценариях практического использования технологии в ваших системах. Но для начала позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Короткевич, я работаю SQL Server более 15 лет, специализируясь на архитектуре разработки, дизайне и оптимизации OTP систем, работающих под большой нагрузкой. Я являюсь Microsoft Data Platform MVP, Microsoft Certified Master, а также написал пару книг о продукте. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу доклада или после него, пожалуйста, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Кроме того, все примеры, которые я буду использовать в сегодняшнем докладе, доступны для скачивания своего блога. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о сценариях практического использования InMemory OTP в наших системах. Мы поговорим о том, как мы можем использовать Memory Optimize объекта для замены временных табличных переменных, поговорим о Memory Optimize табличных параметрах и, наконец, мы обсудим использование InMemory OTP в системах со смешанной нагрузкой. Сразу хочу сказать, что все примеры и все сценарии, о которых я буду говорить сегодня, будут работать как в SQL Server 2016, так и в SQL Server 2014. В этих двух версиях есть небольшие различия, и я поговорю об этих различиях в походе доклада. Давайте начнем с использования Memory Optimize объектов как замена наших временных объектов, таких как временные таблицы и табличные переменные. Я думаю, все мы задавали себе вопрос, почему же временные объекты в наших системах используют TempDB. Все мы знаем, что в нагруженных системах TempDB и ее пропускная способность и производительность часто являются источником проблем. К счастью, с появлением InMemory OTP у нас появилась возможность использования объектов, которые не используют диск и TempDB как класс и которые живут только в памяти. Что касается замены временных объектов, табличных переменных и временных таблиц на Memory Optimize объекты, у нас есть только один вариант. Мы можем использовать Memory Optimize табличные переменные. Несмотря на свое название, эти переменные более продвинуты по сравнению, например, с дисковыми табличными переменами. Например, мы можем создавать в них индексы в дополнении к первичным ключам и уникальным ограничениям. С другой стороны, они также имеют некоторые ограничения. Например, мы не можем использовать и определять Memory Optimize табличные переменные inline в теле наших модулей и процедур. Нам необходимо вначале создавать табличные типы. Связано это с тем, что InMemory OTP для любых табличных типов, обычных таблиц, табличных типов, используют нативную компиляцию. Фактически для доступа к данным InMemory OTP компилирует и генерирует DLL и использует эту DLL, когда необходимо получить данные от каких-то колонок. С одной стороны, как мы понимаем, это улучшает производительность. Например, для того, чтобы получить данные с какой-то колонки, в InMemory OTP нет необходимости вычислять смещение этой колонки, делать конвертацию различных типов данных и все, что с этим делом связано. DLL будет знать, по какому смещению находятся данные и будет знать, например, указатель какого типа данных необходимо использовать при доступе к этим данным. С другой стороны, как вы понимаете, это накладывает некоторые ограничения на возможность изменения объектов. Если мы меняем структуру наших объектов, наших таблиц или табличных типов, соответственно, InMemory OTP необходимо создавать новую версию DLL и перекомпилировать ее, и, соответственно, простая альтерация в этом случае становится невозможной. Давайте посмотрим, как это все работает на примере. И в этом примере первым делом я создаю табличный тип, который, как вы видите, создается с помощью обычного оператора CreateType. Оператор совпадает с CreateType-оператором для дисковых объектов, и, естественно, мы помечаем, что этот тип у нас является оптимизированным для памяти, и используем дополнительные InMemory OTP-конструкции, такие как HashIndex и все, что с этим делом связано. Следующим шагом я создаю простую процедуру, которая имитирует OTP-нагрузку. Соответственно, эта процедура получает количество записей, которые мы хотим вставить в наш объект, вставляет это количество записей в наш объект, и, соответственно, после этого делает сканирование данных из нашего объекта. Как вы видите, для определения переменной нашего объекта мы должны напрямую указывать тип, вместо того, чтобы иметь возможность сделать это inline. Кроме нашей процедуры, которая использует MemoryOptimized табличную переменную, я точно так же создаю две дополнительные процедуры. Одна из них использует временную таблицу, вторая из них использует дисковую табличную переменную. Логика обоих процедур совпадает с тем, с логикой, которая у нас используется для MemoryOptimized объекта. Давайте запустим наш код и запустим сценарий, в которых мы в цикле из 5000 запусков вставляем различные пакеты записей в наши временные объекты и сравниваем время выполнения наших запросов. И пока этот код выполняется, мне сразу хотелось бы сказать, что на ваших системах и на ваших серверах вы можете получить другие результаты. InMemoryOptimized и StorageEngine работают по-разному и используют, скажем так, и узким местом для них являются разные компоненты. Если мы говорим о StorageEngine, в нашем случае узкое место это обычно производительность дисковой системы. С точки зрения InMemoryOptimized мы говорим об узком месте, связанном с процессором. То есть, тестируйте все эти примеры, тестируйте все эти паттерны на своих серверах, своих сценариях использования и своей нагрузке. Вы можете получить другие результаты. Давайте посмотрим, что получилось у нас. Как вы видите, в случае, когда мы начинаем использовать InMemoryOptimized, InMemoryOptimized производительность примерно в 1,5-2 раза быстрее по сравнению с дисковыми табличными переменами и от 5 до 10 раз быстрее по сравнению с временными таблицами. На самом деле, разница в производительности сильно зависит от структуры данных. Чем больше размер записи, тем быстрее или тем больше разница в производительности между InMemoryOptimized объектами и дисковыми объектами. Связано это с тем, что при увеличении размера записи мы увеличиваем количество страниц, которые используют временные объекты и в результате нам необходимо обрабатывать большее число операций создания страниц и всего, что с этим делом связано. Но еще раз говорю, на ваших примерах и ваших данных вы можете получить немножко другие результаты. На что надо обращать внимание? В первую очередь, естественно, оценка количестве записей Cardinality Estimation. Когда мы говорим о MemoryOptimized табличных переменных, эти табличные переменные работают так же, как и дисковые табличные переменные. Во время оценки количества записей, во время Cardinality Estimation оптимизатор считает, что наши объекты будут содержать всего одну запись. Статистика на индексах не хранится, гистограмма на индексах не хранится, поэтому наш оптимизатор ничего не знает о распределении данных в нашей таблице. Давайте посмотрим на пример. И в этом примере мы создаем две табличные переменные, одна из которых у нас является обычная дисковая, вторая из которых является MemoryOptimized. И посмотрим на планы выполнения нашего запроса и оценку количества записей. Как вы видите, я записываю 256 записей в каждый объект и после этого выполняю операцию сканирования. Если мы посмотрим на планы выполнения запросов, в случае, когда мы смотрим на дисковую переменную, как мы видим, что операция сканирования вернула 256 записей, и при этом SQL Server оценивал, что количество записей в нашей таблице будет всего единица. То же самое происходит и с MemoryOptimized табличной переменной. Мы видим, что у нас 256 записей и одна запись при оценке. Все это может приводить к неэффективным планам, если в наших временных объектах хранится большое количество данных, особенно если наши временные объекты используют join с другими таблицами. SQL Server, например, может выбрать неправильный тип join во время выполнения наших запросов. Один из способов улучшения этой ситуации – использование перекомпиляции. Естественно, этот метод не самый применимый в случае, если мы говорим об OTP-запросах, выполняющихся сотни раз в секунду, потому что перекомпиляция, естественно, влечет за собой дополнительную нагрузку на процессор. Но в некоторых случаях она допустима. То есть если мы добавим перекомпиляцию на уровне нашего запроса и запустим наш пример еще один раз, как мы видим, ситуация изменится. Что в случае дисковой таблицы, что в случае InMemory OTP, SQL Server и оптимизатор способен определить количество записей в нашем объекте. Сразу хочу сказать, что это специфично для SQL Server 2016. В случае SQL Server 2014 при работе с Memory Optimize табличными переменными перекомпиляция не меняет оценку количества записей. Даже с перекомпиляцией мы получим одну запись в оценке. Следующий момент, о котором мне бы хотелось сказать, это Bucket Count. Как мы помним, Bucket Count задает количество элементов в хэш-таблице в нашем хэш-индексе. И как мы уже говорили в предыдущем докладе, недооценка и переоценка количества элементов в нашей хэш-таблице влечет за собой потери производительности. В случае переоценки мы тратим системную память. В случае недооценки мы получаем ситуацию хэш-коллизий, когда у нас одна ячейка начинает хранить несколько значений ключа, и когда мы получаем длинные цепочки указателей в наших хэш-индекциях. Давайте посмотрим, как неправильная оценка Bucket Count влияет на производитель. В этом примере я создаю две таблицы одинаковой структуры, которая буквально состоит из двух полей, и задаю хэш-индекс разным значением. В первой таблице мы используем хэш-индекс с заданным тысячу значений, во втором с миллионом. Внутри SQL Server округляет количество Bucket таблицы до следующей степени двойки, то есть, соответственно, мы говорим о 1024 Bucket в первой таблице и чуть больше миллиона во второй таблице. Давайте посмотрим, как в данной ситуации это повлияет на производительность. И в первом примере я вставляю 400 тысяч записей в обе таблицы. Это займет буквально пару секунд. И, как вы видите на этом примере, вставка записей в таблицу с маленьким значением Bucket Count и хэш-коллизиями заняла 4,3 секунды. В ситуации, когда наша таблица содержит достаточно Bucket Count, наше время вставки занимает всего 300 миллисекунд. То есть, фактически, в нашем первом случае потеря производительности более чем 10 раз. Говоря о потере производительности, это разница в производительности и разница в потерях производительности возрастает с увеличением количества записей, с увеличением длины цепочек. Соответственно, она возрастает не линейно, а по экспоненте. Соответственно, если бы мы вставили вместо 4 тысяч записей миллион записей, разница в производительности была бы примерно на два порядка. Следующим шагом давайте посмотрим, как оценка бакеткаунта влияет на производительность селектов и производительность операций сканирования. В данном примере я запускаю два селекта, которые генерируют 65536 операций сканирования в нашем хэш-индексе. Логика селекта, как так, селекты не имеют никакой логики, единственная их цель просто показать, имитировать сканирование и показать время в этом случае. Как мы видим, в случае недооценки бакеткаунта сканирование занимает 1,8 секунды. В случае правильного бакеткаунта мы говорим о выигрыше примерно в 30 раз. Все это приводит к тому, что когда вы начинаете определять ваши временные таблицы и табличные переменные, будьте аккуратны с бакеткаунтом. Если вы считаете, что у вас могут быть ситуации, когда количество записей временных объектов существенно варьируется, может иметь смысл создать несколько табличных типов и использовать конкретный табличный тип для каждого из сценариев. Но в реальной жизни на самом деле не переоценка количества бакеткаунтов гораздо менее страшна, за исключением использования оперативной памяти системы, по сравнению с недооценкой. Переоценка влияет на производительность операции сканирования, но потери производительности при большой переоценке существенно ниже, нежели чем при недооценке. Поэтому, соответственно, вы можете просто определять бакеткаунта, исходя из максимального значения размера записи, количества записей вашей таблицы. То есть, суммируя. Если мы говорим о использовании Memory Optimize объектов для замены временных таблиц в OTP сценариев, в массе своей вы получите улучшение производительности. Это улучшение производительности связано не только с тем, что SQL Server работает с этими данными быстрее, вы также уменьшаете нагрузку на TempDB, соответственно, в системах, в которых TempDB очень сильно загружена, вы также избавляетесь от всех латчей и блокировок, связанных с получением страниц, созданием новых объектов и всего, что с этим связано. То есть, в реальных системах выигрыш производительности может быть больше, чем то, что вы видели на экране. Потенциальные проблемы, как я уже говорил, это отсутствие статистики, это cardinality estimation и неправильная оценка количества записей, и неоптимальный бакеткаунт в хэш-индексе. Что касается использования Memory Optimize таблиц в ETL процессах и в Data Warehouse нагрузке, все зависит от процессов. То есть, скажем так, от процессов и схемы данных. С одной стороны, использование Memory Optimize таблиц, особенно если вы используете schema only durability, позволяет избежать нагрузку на диск и на журнал транзакций. С другой стороны, в некоторых случаях при сканировании большого объекта ваши планы по дисковым таблицам могут быть более эффективны, особенно если вы используете компрессию или Column Store Index. Еще раз тестируйте и смотрите, помогут ли вам Memory Optimize объекты в этих сценариях, в ваших конкретных примерах. Следующим примером, о котором я бы хотел поговорить, это табличные параметры. Если вы не используете табличные параметры в ваших системах, я рекомендую вам ознакомиться с ними и начать их использовать. На самом деле, табличные параметры представляют собой read-only табличные переменные, которые вы можете передать как параметры в сиквельные модули, с клиента, между собой и даже в динамический сиквел. На самом деле, табличные параметры, даже дисковые табличные параметры, являются одним из наиболее оптимальных способов передачи пакета данных с клиентских приложений, особенно если, как в большинстве случаев это и происходит, этот пакет данных передается по сети. Давайте посмотрим, например, и сравним производительность различных способов передачи пакета данных с клиента на сервер. В данном случае я создаю простую таблицу из 21 колонки, структура не имеет большого значения, и я создаю табличный тип, который будет имитировать эту таблицу. Как вы видите, структура нашего табличного типа на экране совпадает с структурой таблицы. Создаю первичный ключ и все, что с этим делом связано. После этого я определяю процедуру, которая принимает табличный параметр на входе. Как вы видите, этот параметр read-only, и, к сожалению, мы не можем манифицировать данные в этом параметре. Это по ограничению сиквел сервера. И внутри этой процедуры мы просто работаем с этим параметром как read-only табличной переменной. Фактически читаем данные из этого параметра и записываем их в нашу таблицу. Давайте сравним производительность различных методов ставки данных. В первую очередь давайте запустим 30 тысяч операторов insert в нашу таблицу. То есть запускаем эту операцию. На самом деле то, что вы видите сейчас, время запуска, время выполнения наших 30 тысяч операторов insert в нашей системе заняло чуть больше 4 секунд. На самом деле эти 4 секунды – это время выполнения этих операций локально. Если бы мы запускали эту программу по сети, наше время было бы примерно в несколько раз больше. Из-за всего network сетевого трафика, который эти операции вызывают. При этом, как вы понимаете, это не только время выполнения, это еще время жизни блокировок в нашей системе и всего, что с этим делом связано. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы заменим наш оператор insert и запустим вставку, используя табличный тип. И как вы видите, в нашем случае наша операция состоит из двух шагов. Первым шагом – так называемый preparation time на экране. Это значит время, которое мы потратили на клиента на подготовку нашего параметра. Для того, чтобы мы могли использовать табличный тип во время вызова нашей хранимой процедуры, мы должны на клиенте создать объект типа data table, заполнить его данными и, соответственно, после этого присвоить его значение параметру нашей процедуры или нашей команды. Это у нас заняло 46 секунд и само время выполнения нашей процедуры примерно 312 миллисекунд. То есть вы видите, что разница в производительности даже в локальном режиме более чем в 10 раз по сравнению с индивидуальными insert'ами. Если мы говорим о работе по сети, мы говорим об одном вызове, мы говорим об одном пакете и, соответственно, что в случае локального, что в случае сетевого вызова, время работы нашей процедуры практически не изменит. Для примера я хотел бы еще также запустить метод ставки данных, который использует SQLBulkCopy класс и, соответственно, вставляет тот же пакет. Как мы видим, мы тратим то же время на подготовку наших данных и после этого время выполнения нашей ставки с использованием SQLBulkCopy класса примерно 400 миллисекунд. На самом деле время выполнения операции BulkCopy и время вызова TVP практически идентичное. TVP немножко более эффективна при небольших пакетах, BulkCopy немножко более эффективна при больших пакетах в сотни тысяч миллионах запеки. Но при этом разница во времени выполнения буквально минимальна. Все это, что вы видели в этом примере, используют дисковые табличные параметры, стандартные дисковые табличные параметры, которые, кстати, доступны, начиная с SQL Server 2008. То есть вы можете использовать его в любой версии SQL Server. Плюс Memory OTP в том, что мы можем перейти на Memory Optimize табличные параметры и это изменение будет фактически абсолютно прозрачно для клиента. Клиенту нет необходимости производить перекомпиляцию, клиенту нет необходимости менять ничего в ходе. Фактически это изменение производится только на уровне базы данных. Давайте посмотрим, как это работает. И как вы видите, единственное, что я делаю в этом примере, я изменяю структуру нашего табличного типа, меняю первичный ключ на использование хэш-индекса и помечаю, что этот табличный тип использует таблицы, оптимизированные для памяти. Давайте перезапустим этот скрипт. И запустим наш пример еще один раз. Как вы видите, я не перезапускаю программу. Программа использует тот же самый код. И как мы видим в данной ситуации, вместо 308 миллисекунд, время выполнения нашей операции вставки при использовании Memory Optimize табличного параметра упало примерно на 20-25%. И вот 218 миллисекунд. Соответственно, использование Memory Optimize табличного параметра позволяет вам ускорить операции вставки на 20-30%. Опять же, все зависит от данных и размеров пакета. При этом эти модификации не требуют никаких модификаций в кодек, кроме как замены типа на Memory Optimize тип. Суммируя, как я уже сказал, табличные параметры, особенности Memory Optimize, табличные параметры, наиболее оптимальный способ передачи пакета данных в SQL Module. И что наиболее важно, это замена прозрачна для клиента. Потенциальные проблемы, это опять же статистика и bucket count. Все, что мы обсуждали в предыдущем примере, связанном с табличными переменными и Memory Optimize, табличными переменными, применимо здесь. Будьте внимательны и следите за тем, что bucket count определен правильно, следите за тем, что статистика не влияет на планы выполнения запросов и не генерирует неоптимальные планы. Ну и следующим шагом мне бы хотелось поговорить об архитектуре и использовании in-memory OTP в системах со смешанной нагрузкой. Несмотря на то, что в большинстве случаев, когда мы говорим о системах и доступах к данным, мы довольно четко разделяем профайлы доступа к данным и говорим об OTP-системах или Data Warehouse-системах, В реальной жизни, как вы понимаете, ситуация обстоит далеко не так. Очень часто наши системы содержат большое количество данных и работают с нашими данными по-разному. Если мы говорим о типичной системе, обычно мы можем разделить данные в этой системе на три категории. Мы говорим о каких-то горячих данных, которые поддерживают текущий операционный период. То есть фактически эти системы, которые поддерживают операционную нагрузку, это данные, которые поддерживают операционную нагрузку нашей системы, которые постоянно меняются и которые обрабатывают большое количество небольших и оптимизированных транзакций в параллели. То есть фактически мы говорим о классической OTP-нагрузке. Кроме того, мы говорим, в наших системах очень часто хранятся холодные данные. Какие-нибудь старые архивные данные за прошлые операционные периоды, которые мы храним потому, что нам либо необходимо хранить данные, либо которые мы используем в основном для отчетности, аналитики и всего, что с этим делом связано. Фактически данные эти относительно статичные, очень часто эти данные никогда не модифицируются, и мы говорим о классической Data Warehouse нагрузке в данном ситуации. В некоторых случаях мы также имеем некоторые теплые данные, данные, которые принадлежат, скажем так, предыдущему операционному периоду. То есть фактически данные, которые работают в двух режимах, которые поддерживают какое-то небольшое число OOTP-запросов, и при этом также используются для аналитики. То есть фактически смешанное OOTP и Data Warehouse нагрузка. Несмотря на то, что InMemory OOTP в SQL Server в 2016 позволяет использовать до двух терабайт памяти и в том числе позволяет использовать ClownStore индексы, на самом деле помещение всех этих данных в памяти, помещение всех данных в номер OOTP не всегда представляется возможным. По разным причинам. Это могут быть, опять же, ограничения по объему памяти сервера, ограничения по размеру данных, например, если данные превышают два терабайта. Но одна из, наверное, основных причин, это то, что наши данные, горячие, холодные и теплые, имеют различные требования по доступности и по производительности. Если мы говорим о горячих данных, тех данных, которые используются OOTP частью нашей системы, которые используются для поддержки оперативной активности, эти данные обычно имеют очень высокую доступность. Например, как вы видите на этом слайде, возможно 99,4,5-9 доступность. И при этом эти данные могут иметь, опять же, точно так же, некие требования по производительности. Например, транзакции должны иметь время отклика в 10 миллисекунд. Теплые данные, с другой стороны, могут иметь меньшую доступность, 3,9, более низкие требования по производительности, например, 50 миллисекунд время отклика транзакций. Холодные данные, например, могут иметь и вообще очень низкую доступность, такую как 98% или даже ниже. Если, например, что-то произойдет с системой, необходимо восстановить данные после резервного копирования, вполне возможно, что холодные данные не являются критичными, и это может занять несколько дней, и никто их отсутствие даже не заметит. Исходя из этого, имеет смысл разделять наши данные по различным таблицам и в некоторых случаях даже использовать различные технологии хранения данных и различные дисковые массивы. Например, в этой схеме возможно разделение данных следующим образом. Горячие данные хранятся в InMemory OTP, теплые данные хранятся в B3 индексах на быстром дисковом массиве, в то время как холодные данные используют более медленные дисковые массивы, хранятся в Column Store, и если эти данные являются статичными, мы даже можем поместить их в отдельную файловую группу, которая будет помечена как файловая группа только для чтения, и исключить эти данные из операций каждодневного резервного копирования. Если мы говорим о SQL-инплементации, как вы видите, мы можем создать несколько таблиц. Например, на этом примере мы используем таблицу HotData, которая оптимизирована для памяти, мы используем таблицу WarmData, теплые данные, которая использует B3 индексы, и мы точно так же используем таблицу CodeData, холодные данные, которые используют в данном случае Column Store. Все эти данные объединены в секционированное представление, которое в свою очередь объединяет данные из всех наших источников. Одним из ключевых моментов этой технологии является задание чек-ограничений, которое позволяет SQL-серверу понять, какие данные находятся в какой таблице. Соответственно, чек-ограничения позволяет избежать сканирования таблиц в наших запросах в случаях, если данные, которые мы запрашиваем, не хранятся в этих таблицах. Если мы говорим о дисковых таблицах, ситуация довольно проста. Мы можем создать чек-ограничения в рамках этих дисковых таблиц. С точки зрения Memory Optimize таблицах у нас есть два варианта. Если мы говорим о SQL-сервере 2016, мы можем либо создавать чек-ограничения в самих таблицах, либо использовать дополнительный предикат на представлении. В случае SQL-сервера 2014 чек-ограничения на таблицах не поддерживается. Соответственно, предикат на представлении является единственным способом, каким образом мы можем решить нашу проблему. Но, несмотря на это, это работает вполне нормально. И при запросе данных из нашего представления, этот предикат позволяет отфильтровать доступ к таблице, если данные в Memory Optimize таблицы не хранятся. Естественно, в этой схеме одним из основных проблем является перенос данных между разными таблицами при смене операционных периодов. Если мы говорим о дисковых таблицах, эта операция довольно проста. Мы можем перенести данные путем онлайн-пересоздания индекса. И эта операция онлайн-пересоздания индекса фактически прозрачна для клиентов. Клиенты ее не заметят. К сожалению, эта операция не работает с Memory Optimize таблицами. И, соответственно, в этом случае нам надо писать код. Давайте посмотрим о двух возможных вариантах имплементации этого процесса. В первой имплементации, если мы говорим об архитектуре этой системы, я бы делал нечто подобное. Во-первых, для теплых и холодных данных, для дисковых таблиц, я бы использовал секционированные таблицы, секционируя данные, исходя из нашего операционного периода. Для NMRLTP данных я бы использовал обычные таблицы и хранил бы данные за два периода. Текущий оперативный период и предыдущий оперативный период. Две таблицы в данном случае помогут нам избежать операции удаления данных во время переноса из текущего оперативного периода, о чем мы поговорим буквально через минуту. Все это, естественно, было бы объединено в секционированное представление, как вы видели на предыдущем слайде. Что касается этой схемы, также имеет смысл помещать каталоги и справочные таблицы в памяти в NMRLTP, потому что это позволит нам использовать нативную компиляцию при доступе к горячим данным, и, соответственно, ускорит производительность нашей системы. В текущей ситуации, когда мы поддерживаем большие типы и количество ограничений в NMRLTP в Сиклосерию в 2016 существенно ниже, чем в 2014, мы можем поместить большинство наших таблиц-каталогов в память без больших проблем. Что касается процесса переноса, естественно, сам процесс переноса довольно простой. Мы можем использовать просто операцию копирования, insert, select с таблицей, которая находится в памяти, в таблицу, которая используется на диске. К сожалению, если мы хотим сделать эту операцию прозрачной для клиента, и если мы не хотим останавливать нашу систему, мы можем оказаться в той же ситуации, что во время этого переноса данные нашей таблицы модифицируются. Соответственно, нам надо каким-то образом логировать эти изменения, и, соответственно, после основного переноса модифицировать и удалять данные, которые были изменены, удалены или, может быть, вставлены в основную таблицу, которая использовалась в номере OTP. Если мы представим себе ситуацию, когда у нас, допустим, данные за предыдущий операционный период не добавляются, а только модифицируются и удаляются, мы можем создать две таблицы очереди, допустим, table updated, table deleted, и сохранять в этих таблицах информацию о записях, которые были изменены и удалены во время нашего процесса переноса. Если мы говорим о SQL Server 2016, мы можем использовать триггеры, нативно откомпилированные триггеры для этого процесса, соответственно, то есть все данные, которые модифицировались и удалялись из нашей таблицы, на триггерах будут просто помещаться в наши таблицы очереди. Там процесс переноса довольно простой. Кстати, забыл сказать, что если мы говорим о SQL Server 2014, там, естественно, триггеры не работают. В этом случае мы можем использовать некоторые подно-дейт-акцесс уровни для тех же операций. Что касается процесса переноса, процесс переноса довольно тривиален. То есть в первую очередь мы создаем временную таблицу в той же файловой группе, куда мы переносим данные. То есть эта таблица должна иметь ту же структуру и ту же индексацию, что и наша основная таблица, потому что в будущем мы переключим эту таблицу как секцию в нашу основную таблицу. После того, как мы создали эту таблицу, мы запускаем копирование данных, стандартный insert-select, и триггер в этот момент, как я уже говорил, перехватит информацию об удаленных и измененных записях и запишет это в наши две таблицы. После того, как процесс копирования закончен, мы производим обновление и удаление данных нашей временной таблицы, исходя из тех записей, которые были модифицированы и удалены во время нашего insert-select операции. После того, как это завершилось, мы фактически начинаем менять наши метаданные. Мы переключаем нашу временную таблицу как секцию в нашу основную таблицу, удаляем нашу старую таблицу и создаем нашу новую таблицу для следующего операционного периода. Если нам надо перенести наши данные из теплых, холодных, междуфайловыми группами, мы можем использовать операцию онлайнового пересоздания индекса, что является прозрачным для клиентов. Второй подход или вторая архитектура очень похожа на эту, но вместо того, чтобы создавать объекты на конкретные месяцы и на конкретные операционные периоды, мы можем сделать структуру, которая будет работать более-менее автоматически. Мы храним данные за текущий операционный период, предыдущий операционный период, 12 последних операционных периодов или 12 месяцев в этом примере в наших теплых данных, и все остальное переносится в холодные данные. Естественно, в этой ситуации процесс переноса данных между InMemory OTP и теплыми данными практически совпадает с тем, что мы видели перед этим. Вопрос же переноса данных между теплыми и холодными данными, соответственно, требует нескольких дополнительных шагов. То есть мы сначала переключаем наши данные, которые мы хотим перенести в новую дополнительную таблицу, естественно, обновляем наше секционированное представление во время этого переноса. После этого с помощью операции Online Index Rebuild мы переносим эту таблицу на другую файловую группу, меняем ее структуру, например, создаем там PalmStore Index, если это необходимо, чтобы структура совпадала с таблицей Code Data, и после этого переключаем эти данные в нашу Code Data таблицу как секцию. Какие потенциальные проблемы при этих имплементациях? Во-первых, если мы говорим о потенциальных проблемах, первое — это поддержка чек-ограничений. Дело в том, что если мы создаем чек-ограничения в наших таблицах, в таблицах фактически операция создания чек-ограничения требует сканирования индекса и, соответственно, блокировки модификации на уровне схемы. Во время операции сканирования индекса этот доступ к нашей таблице будет полностью заблокирован. Соответственно, если наша таблица содержит большое количество данных, эта блокировка может держаться довольно большой промежуток времени. Как вариант решения, вместо того, чтобы создавать новые чек-ограничения, когда мы меняем данные в наших холодных и теплых таблицах, мы можем создать несколько чек-ограничений, исходя из различных вариантов данных, которые мы будем хранить в этой таблице. Например, если таблица у нас содержит данные за 2016 год, мы можем создать 12 чек-ограничений в этой таблице во время ее создания, например, данные за январь, за январь и февраль, январь, февраль, март и так далее до всего года. И в результате момента переноса нашей секции в эту таблицу, вместо создания нового чека-ограничения мы удаляем предыдущее и, соответственно, оптимизатор в этой схеме будет способен найти самое большое ограничение из того набора, который у нас в данной таблице хранится. То есть эта операция, этот подход позволяет избежать блокировки во время сканирования индекса. Блокировка на уровне модификации схемы будет производиться на уровне метадатных. Вторая проблема, когда мы переносим индекс на новую файловую группу, мы должны помнить о том, что операция переноса индекса на файловую группу не переносит большие данные, не переносит колонки типа varcar max, nvarcar max, varbinary max и так далее. То есть эти данные остаются на старой файловой группе. Вариант решения в данном случае перенос нашего индекса, пересоздание нашего индекса на какую-то новую схему секционирования, нежели чем использование файловой группы в качестве места для переноса. То есть при переносе на новую схему секционирования все данные, включая большие колонки, переносят. Давайте посмотрим на то, как эта схема или первый вариант нашей схемы работает в реальной жизни, то есть может работать в реальной жизни. И в этом примере первым шагом я создаю некую простую базу данных, некий простой набор таблиц. То есть начиная с таблицы клиентов, которая является в данном случае таблицей справочников, которую, как вы видите, я для примера хочу опять же поместить в память для использования нативной компиляции и улучшения производительности во время работы системы. Кроме таблицы клиентов, я создаю memory optimization таблицы на июньские данные и на майские данные 2016 года. Хочу показать, что в данном случае в SQL Server 2016 мы можем использовать чек ограничения в наших таблицах и мы можем точно так же задавать внешние ключи, которые будут ссылаться над таблицей клиентов. Следующим шагом мы создадим таблицу, которая будет содержать данные, теплые данные за 2016 год. Как вы видите, это дисковая таблица и как раз в этом биоварианте вы видите, что эта таблица содержит несколько ограничений с января по апрель, май и так далее и тому подобное. Но в настоящий момент я заполнил эту таблицу с данными с января по апрель. Вы видите, количество ограничений здесь довольно большое. Эта таблица использует B3-кластерный индекс с row-компрессией, несколько дополнительных некластерных индексов и все, что с этим связано. После этого я создаю таблицу для 2015 года. То есть, как вы видите, эта таблица по структуре совпадает, содержит данные за 2015 год. И в этой таблице я создаю Column Store Index. Опять же, в SQL Server 2016 мы можем создавать некластерные B3-индексы на Column Store Index, что является очень хорошей возможностью и способом оптимизировать некоторые сценарии доступа к нашим данным. Ну и следующим шагом я создаю секционированное представление. Как вы видите, наше секционированное представление получает данные из всех четырех таблиц. Я уже запомнил наши таблицы некоторым количеством данных. И следующим я просто хотел бы вам показать, что при доступе к нашему секционированному представлению, при работе с нашим секционированным представлением, оптимизатор работает только с теми данными, с теми таблицами, которыми нам необходимо получить. Например, если мы запускаем запрос, который берет данные за 2 июня 2016 года, как вы видите в данной ситуации, единственный доступ, единственная таблица, к которой мы получаем доступ, это таблица за июнь месяц, которая находится в памяти. Точно так же, если мы запустим запрос, который получает данные за весь 2016 год, мы увидим, что у нас оптимизатор получает доступ к трем таблицам. И в этом случае мы не получаем доступ к 2015 данным, и мы не идем к этой четвертой таблице в нашем представлении. Следующим шагом я в нашей ситуации создал несколько процедур, которые будут использоваться для получения, для модификации данных. То есть для 2016 года, я использую, прошу прощения, для июня 2016 года, я использую нативно откомпилированные процедуры. То есть, опять же, это операционный период, это горячие данные, я хочу, чтобы мой код выполнялся наиболее быстро и наиболее эффективно. То есть у нас есть процедура, которая делает insert, есть процедура, которая делает update, есть процедура, которая делает delete. С точки зрения предыдущих операционных периодов, я использую только T-SQL процедуры, и почему я использую T-SQL процедуры, я расскажу чуть позже. Но реально эти процедуры, то есть мы делаем только update и delete, как вы видите внутри, в зависимости от того, какая дата транзакции, в зависимости от этого, эти процедуры выполняют, либо обновляют данные, либо в наших теплых данных на дисках, либо в наших теплых данных в in-memory OTP. Соответственно, в зависимости от даты, мы обновляем или удаляем данные в какой-то из наших таблиц. Давайте запустим некий пример, который в данном случае будет имитировать некую активность в нашей системе. То есть в данном случае, давайте я запущу его. В данном случае мы запускаем два различных процесса. Первый процесс заполняет данные в июньской таблице, второй процесс модифицирует и удаляет данные в 2016 году в дисковой таблице и в таблице, которая находится в памяти. Ну и напоследок давайте посмотрим на весь процесс нашего переноса. То есть первым делом мы создаем две наши таблицы очереди, в которых мы будем хранить ID записей, которые в данном случае у нас модифицировались и удалялись во время нашего, во время выполнения самого переноса. После того, как мы создали две эти таблицы, происходит нативная компиляция, как вы видите, мы создаем триггер. И это триггер, два триггера точнее, которые мы создаем на таблице за май. Один триггер заполняет нашу очередь для измененных записей значениями ID. И второй триггер заполняет нашу очередь удаленных записей значениями ID. Давайте создадим эти триггеры. И после этого следующим шагом мы создаем временную таблицу для хранения майских данных, которую мы будем использовать для переноса и в будущем переключения нашей сессии. Как вы видите, нам необходимо задать чек ограничения на количество данных, на те данные, которые там будут храняться, и этот чек ограничения необходим для последующей операции переноса наших данных, переноса нашей секции в основную таблицу. И опять же, наши индексы и структура должны совпадать с основной таблицей, куда мы потом это дело перенесем. Запускаем. И после этого мы можем начинать сам перенос. Как вы видите, мы для начала запускаем процедуру insert-select, то есть пишем данные в нашу временную таблицу, исходя из всех данных, которые в нашем случае хранятся в майской таблице в inmemory OTP. Переписали данные. Если мы посмотрим в настоящий момент на наши таблицы очереди, update queue и delete queue, как мы видим, в наших очередях есть некоторое количество записей. 92 записи в update и 185 записей в delete. Следующим шагом, то есть мы выполняем запрос, который, как вы видите, делает join между update queue нашей основной таблицей и таблицей на диске и модифицирует поля, которые могли быть изменены в нашей таблице во время операции изменения, во время копирования. И точно второй, также второй шаг во время этого дела удаляет записи, исходя из данных в delete queue. Запускаем наш второй шаг. После выполнения наших запросов проверяем количество записей в наших queue. Как вы видите, сейчас оно по нулям, но несмотря на это момент, то есть активность в нашей системе продолжается, и, как вы понимаете, эти таблицы продолжают заполняться. То есть, возможно, в зависимости от того, сколько времени займет удаление и обновление, вам придется этот шаг запустить несколько раз с целью, чтобы на третьем окончательном этапе количество записей в наших таблицах были минимальными. Ну и напоследок третий шаг. Третий шаг наиболее интересный. То есть, что мы делаем для перестановки метаданных. То есть, фактически, мы делаем изменения наших метаданных, и мы делаем все наши изменения в рамках транзакции. Транзакция используется по двум причинам. Первая причина, она позволяет нам в случае необходимости откатить наши изменения, если что-то пошло не так. Но более критично это то, что первым шагом во время нашего процесса мы модифицируем две процедуры, которые меняют данные за 2016 год, которые меняют данные за теплый период. Транзакция в данном случае помогает нам тем, что она получает блокировку на модификацию схемы, и в результате наши клиенты во время этих операций не смогут вызывать эти процедуры и, соответственно, не смогут менять данные. То есть, фактически, мы блокируем клиента на время нашего последнего шага, на время нашего изменения метаданных, но эта блокировка, опять же, будет довольно коротковременна. То есть, как мы посмотрим, первым шагом, после создания транзакции мы еще раз модифицируем наши процедуры. То есть, в нашем случае, после нашего переноса, все данные за теплый период будут находиться в нашей дисковой таблице. В результате, как мы видим, наши процедуры в данном случае имеют только апдейт и делит операторы из этих таблиц. Ничего более. После этого мы повторяем наш второй шаг, то есть, фактически, модифицируем данные и удаляем данные, исходя из того, что накопилось в наших таблицах очередях. Как вы видели, фактически, то же самое, что мы делали во время второго шага нашего выполнения. После этого, следующим шагом, мы удаляем ограничения из наших таблиц с теплыми данными, что наши данные хранятся только с января по апрель, потому что мы переключаем в эту таблицу наши майские данные. То есть, мы фактически меняем, то есть, удаляем это ограничение. В этот момент мы получаем очень коротковременную блокировку на уровне схемы, никакого сканирования данных не происходит. Ну и после этого, соответственно, мы переключаем нашу временную таблицу как новую секцию в нашу таблицу с холодными данными. Соответственно, последним шагом после этого мы модифицируем наше секционированное представление и убираем из него данные за 2005 год и удаляем эту таблицу после него. То есть, фактически, давайте это запустим. То есть, как я уже говорил, одна из причин, почему мы используем T-SQL процедуры вместо нативно-компилированных процедур, мы не можем модифицировать нативно-компилированные процедуры в контексте транзакции. Соответственно, мы не смогли бы с нативно-компилированными процедурами получить блокировки на уровне схемы во время транзакции, когда у нас происходит это активность. То есть, мы запускаем транзакцию и следующим шагом запускаем весь наш процесс. Как мы видим, этот процесс занимает буквально несколько секунд. То есть, блокировка для клиента в этот момент происходит, но эти блокировки, как я уже сказал, довольно кратковременные. И если мы посмотрим на то, какие данные у нас сейчас хранятся в большой дисковой таблице за 2016 год, мы видим, что у нас хранятся данные за май. То есть, данные из Memory Optimize таблицы за май перенесены в данном случае на диск. Ну и последнее, что я бы хотел показать в этом примере, имеет смысл после всех этих операций пересоздать индексы на уровне секций, которые мы только что переключили. И самое интересное здесь, что SQL Server 2016 наконец-то позволяет нам делать пересоздание индекса в онлайн в рамках одной из секций в секционированных таблицах. Это, естественно, не относится к InMemory OTP, но это очень хороший и важный функционал, который на самом деле я ждал, начиная с 2005 года. И, наконец-то, он у нас появился. То есть, фактически, как вы видели в данной ситуации, несмотря на то, что в некоторых случаях мы не можем поиспользовать все данные, не можем поместить все данные в InMemory OTP, путем некоторых архитектурных решений и некоторых изменений мы можем перенести наши горячие данные в InMemory OTP и получить преимущество всех технологий, InMemory OTP, Column Store и так далее при работе со смешанной нагрузкой. То есть, в этом докладе, как вы видите, мы обсудили, кроме этого использования InMemory OTP в системах со смешанной нагрузкой, мы также поговорили об использовании Memory Optimized объектов для замены временных таблиц, мы поговорили о использовании табличных параметров и Memory Optimized табличных параметров. И, как я уже сказал, пожалуйста, пишите, если у вас возникнут какие-то вопросы и примеры вы можете скачать с моего сайта. Еще раз большое спасибо за внимание. Спасибо и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.